Всем привет, с вами Супер Стас, и я в Турции, чтобы попробовать уличную еду Стамбула. Хватит болтать, погнали жрать. У меня на первом месте был такой невкусный привкус рыбы. Остановиться невозможно. Ну просто посмотрите, это все мясо. Ну, тут кишарят, я в раю, ребят. 10 из 10, пожалуйста. Уличная еда в Стамбуле – это музей гастрономии под открытым небом. Стамбул всегда был городом гурманов. Первое, что увидите в городе – буфеты с сэндвичами и соками, кумпиром, тележкой с горячим рисом, семитами, кукурузой, каштанами или рыбой. От низших до высших классов каждый может перекусить в Стамбуле в любое время и в любом месте. Уличная еда объединяет всех. В общем, решили прямо здесь сесть пока, попробовать. Там написано, что это лучший кебаб ресторан из Стамбула. Ну, я тоже могу что угодно написать. Там делают кюфте, но мне понравилось здесь, потому что там очень круто готовить мясо. Я прямо и шел, остановился, потому что это просто, ну, видите, у меня свинки текут. Опа. Нет, здесь йогурт, а здесь нет. В общем, я так понял, хитрый план. Он понес не все такое, а салат. Ну, типа, это вообще круто, это типа. Я чуть не захотел салата, но подумал, нет, я же не заказывал. Блин, чуваки реально круто делают. В общем, они принесли сначала блюдо. Мы пока подсъемы делали. Он такой, забрал, убежал, принес. Давайте пробовать. Берем лавашик. Вот так вот снимаем. Это у нас дюрюм, кек дюрюм, я так понял. А, кебаб, кек кебаб. 110 лир. Прям лучка. Маринованный лучок. Немножко соленый. Для меня много соли. Лучше бы я сам выдавал. Но именно... Я не раз пробовал, ребят. Нет, лук здесь делать просто полдела, ребят. Это очень вкусно. Объясню сейчас, чем. Мясо, видите, жарится прям на огне. Это баранина, но так и не скажешь. Но она мягчайшая, нежная, вкуснейшая. Очень вкусно, очень сочно. Невероятно. Остановиться невозможно. А обслуживание здесь... Понимаете, насколько здесь приятное обслуживание? Типа, с одной стороны, вроде, от тебя не отходят. Это неприятно. Но они с улыбкой, с невероятным рвением. В общем, мои вкусовые сосочки... Если что, запоминаете место, если будете в Стамбуле, приходите. Это просто оргазм моих вкусовых сосочков. Ром, что случилось? О чем задумался? Да, младший брат. Ему скоро экзамены сдавать. А он даже не знает, кем хочет стать и какую профессию выбрать. Спрашивал у меня, а я не знаю, что посоветовать. Думал обойти. Но это, наверное, долго и дорого. Слушай, я думаю, знаешь, что нужно твоему брату. А ну-ка. Короче, сейчас школьники 8-11 класса могут получить IT-профессию бесплатно. Бесплатно? Да, как раз твой брат сможет попробовать и понять, нравится ему IT-сфера или нет. Это отличная новость. А чему там учат? Учат разработки Java, PHP, Python, C++ и Java. Ученики могут создавать сайты, мобильные и веб-приложения. Ого, теперь я ему даже немного завидую. По окончанию курса выдается сертификат, и можно будет продолжить обучение на факультете программирования университета Синергия. А обучение доступно благодаря проекту Код Будущего от Министерства цифрового развития и университета Синергия. Вау, получается он в юном возрасте получит бесплатно навыки, которые сможет монетизировать в будущем. Спасибо, Стас, это именно то, что нужно для моего брата. Пойду позвоню ему обратно. Ну и вы не теряйте время, переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на понравившуюся программу. А я погнал, дальше есть. Сейчас попробуем жареные каштаны. Вот это прям офигенно. Я когда был в Берлине, вот сосиски возле метро, хот-доги. Это никакой больше, знаете, вкус в ресторанах, в кафешках не передаст. Это вот человек отдает здесь душу прям. Спасибо. Спасибо. Там Босфор, здесь стоим посредине улицы, взяли у мужчины каштаны. Понял, что я п***ал свое детство и не зарабатывал на них. Я пробовал каштаны в Москве, но не скажу, что я бы получил удовольствие. Все-таки здесь я прям, вот как он жарит, оно все это красиво. Не могу передать. Сейчас попробуем. Вот такая вот упаковочка, миленькая. Вот такие вот каштаны уже полопались. Вот такой каштан, похож на грецкий орех. Очень вкусно пахнет. Знаете, вот то, что у него там все уже, знаете, пережаренное, все такое уже, типа, древнее, это прям дает какую-то аутентичность. Не, возвращаться я не хочу назад, в прошлое, и жарить, потому что мне дали бы за такой п***цы, наверное, во дворях. Но что-то в этом есть, что-то в этом есть, есть сладковатость. У нас такое ощущение, что чуть-чуть не дожарено. Для кого-то ощущение, как будто аль денте. Но к этому можно привыкнуть. Не, это очень вкусненько. Не, походу не дали бы п***цы. Не, это вкусно, я распробовал, я распробовал. Сначала нет, а потом есть такая приятная, сладковатая послевкусие. Ну, а турки шарят. Очередь быстро подошла, готовят очень быстро. На какой-то лодке их там, ну, типа, такие экстремальные условия. Вот, сейчас будем пробовать. Балык-эк-мек. Сэндвич с филе жареной рыбы и овощей в турецкой булочке. История этого бутерброда связана с изобилием рыбы в 19 веке. Говорят, что в те времена было так много рыбы, что ее сували куда попало. Ну, ну, в смысле в булочке. Ну, ну, вы поняли. Балык-эк-мек я взял. Ну, и мне все-таки дали попробовать мидии. Мидии? Я не хочу просраться к мидии, так как поем. И потом минус два ролика. Минус жопа. Когда я захотел, что едят на уличной еде, это было в одной из топок, что надо попробовать мидии. Они с секретиком. Вообще, надо попробовать. Но сначала балык. Выглядит очень круто. Такой пол батона рыба, которую, я так понимаю, что вот здесь ловят и прям здесь готовят. Я не любитель рыбы, но мимо такого не мог пройти, потому что это блюдо, которое рекомендуют пробовать. Не могу вспомнить вкус какой-то рыбы. Нет, ты шпрот. Прям с костями, но сейчас мы возьмем вот лимон соус. Нормально. Нельзя здесь стоить лимонный соус, нельзя здесь стоить соль. Вот это уже другое. Сначала мне на первом месте был такой невкусный привкус рыбы. Но лимон все исправил. Но это очень вкусно, ребят. Я даже не люблю эту рыбу, но лимонный соус, соль, рыба. Просто невероятно мягкий, нежный батон. Меня пересадили. Ладно, подождем. Балык, мне все понятно. Очень вкусный. Очень нежный, просто невероятно свежий батон. Рыба с лимонным соком, просто... Давайте посмотрим, что мне дали мидии. Он сказал, что они свежие. Что это такое? Ты говоришь, они с рисом смешаны? Мне кажется, нет. А, да. Лимон. Хуйта. Рис на первом месте, мидии я вообще не чувствую. И лимон все убивает. То есть, если в балыке оно прям спасло... Я-то знаете, что попробую? Лимонный сок. Лимонный сок. Вот это тут. Лимон сосу. Что бы это ни значило, очень вкусно. Мидии прикольно, но лимон не используйте, он убивает. Лимон, он очень яркий, очень кислый. Толь, вот просто вот прямо здесь берите вот этот лимонный сок и можете есть. Но если выбирать между балыком и мидиями, я выберу балык. Потому что там больше спектр вкуса, сочетание нежного хлеба с рыбой. Бомба. А мидии я как бы для любителя. Ну вот, чисто один разочек. Мы не искали эти, знаете, витрины красивые. Все было. Вот, мне нужно вот это. Все в масле, все в сахаре. Чисто вот турецкий колорит. В общем, я разобрался, нашел топ 20 сладостей. Это тулумба. Они пустые внутри. Пахлава. Экмек кадаив. Это пористое тесто, которое пропитан сладким сиропом. Очень сочное и мягкое. Между коржами добавляется крем, а сверху знаменитые турецкие сливки. Но нам без сливок. Давайте начнем с Экмек кадаив. Очень интересно. О, боже. Ну, как всегда. Это как бы сахарный диабет. Добрый вечер, блин. Не соврали. Петец пропитанная. Но очень вкусная. Но очень сладкая. То есть, если вы любите прям сладкое, возьмете какой-нибудь черный, темный, темнейший, как вот душа. И вот это прям зайдет на ура. Потому что оно сладкое, очень сладкое. Знаете, прям сироп. Как будто вы пьете сироп, но в корже. Я бы назвал это сахарная бомба. Давайте попробуем пахлаву. Просто посмотрите на это чудо турецкой сладости. Блин, аппетита, пожалуй. Очень нежное, очень свежее. С фисташкой. Мне интересно. Он сказал, это другое. То же самое. Мне интересно вот это. Да, не могу. Давайте пробовать вот такие вот булдыжечки приятные. Мне нравится, потому что оно не прям сладкое. Потому что верхушка вот этого самого теста, оно такое типа нейтральное и сладкое внутри. Это офигенно. И последнее, мне интересно, то же самое. Не, намного вкуснее вот эти пальчики. Тут оно больше хрустящее, мало начинки и почему-то очень много вкуса масла. Но без чая или кофе даже не ссуваться. Это просто, это просто как будто смертельный приговор. Просто сладость окутает ваш весь рот. И вы действительно такие, что ты чавкаешь? Что ты шмекаешь, швекаешь? Так что точно берите чай, кофе и наслаждайтесь турецкими сладостями. Без них никуда. Это семит? Семит. Семит. Пять, я хотел сказать. Пять лиров. Семит это национальное блюдо уличной кухни. Давайте пойдемте пробовать. Прямо вот на фоне Босфорского залива. Я проявил, ребят. Ставим лайк, пишем комментарии. Завидуйте мне. Напишите так. Стас, мы за тебя рады, но не от чистого сердца. Семит. Стамбульский бублик с поджаристой корочкой, посыпанной кунжутом. Ему 600 лет. Это что-то типа фастфуда. Часто его продают уличные торговцы, которые везут его на тележке и несут в нотке на голове. Ну, типа как чурчхела, чурчхела. Очень много кунжута жареного. Это очень вкусно. Похож, знаете, на такой наш бублик, но с колоритом Турции именно из-за кунжута, из-за очень хрустящей корочки. И знаете что? Настолько внутренностью тут, настолько хлеб этот вкусный. Именно или мука, или здешняя вода. Настолько и колорит это передается, что просто, я не могу вам дать, и пахнет просто невероятно. Я точно ставлю лайк. Семит очень вкусно. Ну что, мы сегодня попробовали уже достаточно. Живот, если честно, набит просто невероятно. Но сейчас пришли к самому злому шаурмисту, как говорится. Сейчас посмотрим, как он нас обслужит. Посмотрим. Живот, не остре? Остре. Остре. Опот. Попа. Проба. 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 Попа. Спасибо. Скажи, Сasse. Давайте приходи. Скажи, Емко. Скажи, Матри, Ласк, Лис... Иди к сожалению, Матри, Голена. Попа, ermо. он думает что меня от этого острого разъебет, то нет. не острое а это не острое а в 2009 году министерство здравоохранения турции запретила продажу уличной еды в состав которого входит сырое мясо большинство турок полагают что блюдо совершенно безопасно и полезно и считают что хороший чекёфты не может испортиться если его подавать сразу после приготовления что ж сейчас проверим так ну что мы получили невероятное шоу даже после такого если честно не хочется это будет плохо да то что он мне дал вначале острое для меня это очень не острое я думаю что кому-то это попелкивает мне понравилось но это не противно но это и не вкусно это все такая каша которая не имеет какого-то отчетливого вкуса я еще хочу дойти до гранатового вот он вот гранатовый соус чуть-чуть выделяется ну в общем шоу я скажу да это лепехи скажу нет это невкусно это у нас я так понимаю нут хотелось бы попробовать из сырого мяса конечно как говорится легендарное но если запрещено мы ничего не можем с этим сделать но за шоу сюда стоит прийти ребят я не пожалел получил невероятные эмоции шоумен из него конечно хороший а вот чекэфте я не советую так ну что а мы берем популярные тосты очень сильно в стамбуле в турецкой кухне а это популярная сетка тосту махмуд давайте попробуем выглядит все сочно очень вкусно но не может мясо яйца и помидоры быть плохо ммм я попросил спайси они мне сделали немножко сочетание очень вкусно нежное посмотрите тоненький батон сколько начинки красный перец не ну немножко вот здесь он переборщил со спайси но так как я любитель он как говорится не промахнулся однозначно от меня большая оценка будете в стамбуле обязательно пробуйте потому что делают видно от души делают вкусно но не просите спайси если вы не любите потому что у меня попекивает так ребят мы переехали мы пришли в другую точку и знаете что я сейчас взял самое непонятное для меня блюдо это мокрый бургер например в москве оказывается это тренд и они уже давно возят доставки мокрые бургеры мы об этом не знали влажный стамбульский бургер это блюдо в стамбуле появилось около 20 лет назад а молодняк вы конечно можете сказать что бургер это американское блюдо ой ничего не знаю плохо слышно связь плохая давай все пока очень сильно пахнет томатами стоит 22 лиры давайте пробовать он реально мокрый увидите как он лежит и все время в пару давайте попробуем интересно не сначала мне показалось не очень вкусно но в совокупности это очень нежный такой мягкий бургер нет все равно котлетка отдает специями и не выделяется как мясо ну как задумка очень крутая потому что он сверху мокрый но внутри все равно булочка сохраняет свой сухой вид то есть это не полностью мокрый бургер но все вкусно кроме мяса то есть такое ощущение как будто мясо не очень хорошего качества а так это прикольное блюдо особенно соус и булочка просто на высоте мне очень нравится сейчас пойдем есть с вами шоуруму а пока вы напишите в комментариях кто в какой стране был ну типа если вы с родителями ездили напишите какая страна вам больше понравилась пока я в восторге Стамбула и только приятные впечатления смотрите вот такая вот как я понял 100 грамм прям чистого мяса 85 лир мне обошлось все это делать быстро вот здесь прям на улице если в этом атмосфера скажу да мне понравилось надо что попробовать но никакого соуса ничего чисто мясо вот помидорчик ну то есть попробовать донер в своем первозданном виде то есть без никаких салатов соусов попробуем суховато мясо в своем понимании особенно говядина она сухая это вкусное мясо бесспорно просто без соуса она вкусная но сухо ну просто посмотрите все это все мясо на есть немножко огурчиков есть немножко картошечки но вкусно ли это если как говорить о мясе да как о блюде мне не нравится чувствуете чувствуете я походу а а я тебе тоже переел кокоречь это жареные на вертеле бараньи потрошка перетянутые кишкой ох фу как утверждает доктор стамбульского университета явуз диздар кокоречь содержащий серотонин является источником счастья желаю тебе кокоречь подписчик в общем все понятно это бараньи кишки с субпродуктами я попросил себе в лепешку потому что батон мы сегодня уже ели все очень быстро делается стоило 70 лир и я взял еще айран я когда сидел в другом месте я видел как вот так вот делали о ма миссия ваш айран сейчас попробую я в москве пью в бардак такое заведение из турецкое я там пью мне очень нравится айран так до этого я не любил его а это очень густой йогурт очень вкусный то есть это не тот айран который продается в магазинах и не даже тот айран который я пробовал в этом ресторане намного вкуснее намного концентрированнее давайте попробуем очень интересно честно уже я уже надуглился просто жестко ой пахнет специями ну конечно просто взяли кишки и сейчас просто закидают специями закидают всякими этими выглядит это вот так вот но если бы не сказали я бы такой о кокоречь мясо ага конечно ну я то знаю у меня есть интернет это очень вкусно здесь никакого соуса нет оно не сухо но айранчиком то пью это достаточно самодостаточное блюдо которое можно попробовать одной такой лепешкой он хватил чтобы наесть не сказал бы что его можно есть например белый кокмек я бы вот поел бы еще сходил бы то это на один раз а вот айранчик песня бёрек спорить о правильном рецепте бёрика все равно что спорить о правильном рецепте борща это выпечка из теста фило со всевозможной начинкой творог брынза мясо картошка и другие вариации что хочешь то и плоди ха ха так мне объяснили это борек борек соёное тесто это пиде давайте попробуем нарезали все прикольно все так уютненько я взял айранчика и попробуем первое пиде пицца такая закрытая лодочкой здесь есть халапенько это очень вкусное тесто это там есть сыр мясо это очень вкусно ребят свежее пиде я ел в москве но это не сравнится вот здесь прямо на знаете вот круто знаете что вот хочется попробовать это в москве а потом ехать на родину это же невероятно десять из десяти буквально ну давайте попробуем борек слоёное тесто мид то есть это я так понимаю мясо тоже по구 где это можно приготовить дома берем фарш хорошие специи и слоёное тесто так вы можете приготовить и дома это вкусно я бы правил бы пиде главное походить на натурко запивать мясо айраном и тебя примут для своих ты такой сидишь такой ооо ценаш братишка А я просто так и колой запиваю пиде десяти из десяти борек сестерочка потому что что-то новое для меня просто тесто и варки дон дурма турецкое мороженое лавочник осман ага из турецкой провинции мараш продавал в османские дворцы и корень дикой орхидеи и однажды останки этого корень а он смешал с сахаром и козьим молоком и заметил на следующий день что смесь стала густой и тягучий он стал предлагать этот продукт всяким разным султаном а султаны думали что орхидеи все что из нее приготовят несет мужскую силу и служит как афродизиак ох уж эти султаны микс 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 ну нормально отработал честно хорошо я взял прям микс давайте попробуем турецкое мороженое в этом не лимон попался это значит однозначно вкусно но за 80 лир это очень мало маленькая порция чисто как жвачка тянется очень насыщенный вкус и микс прям доходит стопроцентно надо брать микс сэнкер что ребят сейчас обозреем с вами крошку как он купил это на 95 рублей начинки сколько угодно то есть я попросил микс смотрите сколько они не навалили я уже не знаю как есть много говорится за ваш лайк я всегда готов тестировать для вас еду как минимум ребят мы с моим оператором уже прошли сегодня 12 тысяч шагов жахнули как говорится не только едим но и фитнесом занимаемся что это у нас тут положили острую не такая на остренькая просто пикантная попробовать чистую картошка с маслицем сырком тянется вы просто посмотрите что такое красненькая вот эти пока классная капуста с майонезом явно переборщили то есть надо выбрать для себя самые любимые продукты маслины оливки мне здесь нравится они очень вкусные такие мясистые вот эта капусточка нравится этот салат нет сейчас попробую прямо с этим кукурузкой кукурузка заходит чтобы понимали как она тянет смотри чисто сыр однозначно купер это понятное блюдо для нас потому что это картошка сыром крошка картошка но начинка все-таки турецкая то есть такого я в крошкой крошки не видел чтобы гукуруза спайси как какой-то этот какая-то капуста начинки навалили очень много даже искал некоторым стоп потому что стоп слова потому что этом не закончилось это моя любовь вообще реально это очень сытное блюдо но нам надо правильно закончить этот выпуск надо какую-то сладость найти в общем мы пришли в одну сетку взяли мокрые тортики хотели взять чизкейк сан-себастьян но его не было но они сказали что это что-то вот той стези но как минимум нам сам себастьян пробили 62 лира это 8 лир это сейчас скажу вам что это это национальный напиток называется солеп это горячее молоко сахар и перетертый порошок корень дикой орхидеи выглядит как просто густое молоко так попробую ой вкусно на эти теплое молоко с сахаром и где-то специями мне прям нравится на это такое прям нежно обволакивает полость рта и вот не отпускает это круто давайте попробуем такой тортик такая большая порция он очень мокрый прикольно я такого никогда не пробовал вообще посмотрите прям с него вытекает сначала не очень об одном после вкуса догоняет давайте попробуем вот это это уже такое слоеное более национально типа мокрая пахлава на на очень мокрая настолько сбалансированный вкус сам типа сладости немножко даже есть горчинки вот этой от шоколада и я прям кайфую и она прям на эти нежно-нежно мокро мокро ребяточки надеюсь вы досмотрели этот ролик до конца а чтобы я понял что вы досмотрели давайте напишите какое турецкое слово при хорошее спасибо мираба это что спасибо привет давайте вы напишите турецкое слово мираба привет если вы досмотрели этот ролик странно будет что в конце напишите привет но мираба я сам кайфанул я это делал в удовольствие нашагали кучу шагов наездили кучу миль турция именно стамбул я говорю что если я шутил есть и плюнуть то можно случайно упасть в еду то есть это она везде маленькие ларечки все что-то готовят мидии жареные каштаны нашли улочку целую где рыбу готовят кучу маленького бизнеса которые люди открывают готовят с удовольствием очень ребят если вы получили удовольствие напишите что вы почувствовали во время этого выпуска это вам сердечко пока я допью свой соли потому что оттуда вы на босфорский залив и чтобы валека бахнул бы с лимонным соком